Правительство решило, что расследование должно быть проведено совместно с северными соседями, Финляндии и Швеции. Приведение консультации возложено на мид страны. Премьер Юрий Ратас подчеркнул, что расследование должно быть независимым, прозрачным и заслуживающим доверия. Оно должно основываться на предыдущей работе и существующем рапорте о причинах трагедии, а также в соответствии с заключенным договором 1995 года о покое парома Эстонии. Правительство поручило госканцелярии проинформировать эстонские организации, представляющие родственников, жертв гибели парома. Мы будем провести эти изучения и будем делать это как можно открытым способом. Так что мы будем проинформировать и общество, и будем, если будут какие-то работы на море, включить там и журналистов в команду, чтобы они могут там следить. И мы будем проинформировать и как можно тесно работать совместно с организациями тех людей, которые потеряли свои близкие в этом катастрофе. Обсуждение будет продолжено на следующей неделе. В МВД сегодня прошла пресс-конференция, посвященная техническим возможностям Департамента полиции и погранохраны по изучению остова затонувшего парома, окружающего его морского дна. Техники не так много, но она отвечает ежедневным потребностям Департамента. С имеющейся техникой в первую очередь мы можем картографировать морское дно, уточнить место и расположение остова парома. И после этого с помощью подводного робота можно получить видеокартину и фотографии того, какова сейчас ситуация под водой, где и как лежит затонувшее судно, видимость сейчас не очень хорошая. Но после этого мы сможем проанализировать и обработать информацию и принять дальнейшие решения. Технический корабль «Адмирал Курвиц» может выдвинуться к месту трагедии хоть завтра. Он может служить прекрасной логистической платформой для проведения работы базой для водолазов. Эстонские водолазы могут работать на глубинах до 50-60 метров, а стов парома лежит на глубине около 70 метров. В любом случае для работ придется привлекать зарубежных партнеров. По очень приблизительным оценкам стоимость лишь первых работ может составить от 5 до 20 миллионов евро. При помощи имеющихся сонара и подводного робота можно провести предварительную оценку ситуации вокруг парома и зафиксировать наличие обнаруженных недокументированных ранее повреждений. Для точной оценки требуются квалифицированные водолазы. Надо уладить дипломатические проблемы, если они возникнут. Хотя министр внутренних дел Март Хельме заявил, что поскольку паром Эстонии ходил под эстонским флагом, на нашей стране лежат и ответственности, и обязанность внести ясную ситуацию в связи с новыми обстоятельствами. Думаю, что государство должно провести себя как государство. И мы должны подтвердить, что действительно там такие дырки существуют. И сделать свои снимки там и проанализировать уже наш собственный материал в наших лабораториях, пользуясь наших ученых. Действительно, мы хотим, чтобы все эти спекуляции, разные теории по поводу того, почему там парома утонулась и так далее, чтобы эти кончились. Пока никто не говорит о возможном подъеме затонувшего парома. В этом не видится необходимости. Да и стоимость подобной операции составляет от 100 миллионов евро. Все консультации дипломатические и технические планируется завершить на следующей неделе. Тогда можно ожидать решения правительства, которое позволит начать новое расследование. На его длительность существенное влияние может оказать погодный фактор. Началась осень и штормовой сезон на Балтике. Михаил Владиславлев, Титкарк, Новости Таллина.